Между месяцами тает лед. Такого аномального тепла в конце января синоптики не припомнят давно. Согласно климатическим нормам, этот период должен быть самым морозным в году. Однако температура на этой неделе в среднем ожидается выше нормы на 10 градусов. И вроде не апреля, а звучит капель. Такая симфония обернулась коммунальным бедствием для детского сада номер 209 на улице Московской. На протекающую крышу пожаловались родители детей. Вода стекала прямо по стенам и вентиляционным каналам и попадала на электропроводку. Взрослые забили тревогу, так и до пожара недалеко. Однако латать крышу не спешат. Капитальный ремонт запланировали на лето. Юлия Ситникова продолжит. У кировчанина Дениса Козлова в 209 садик ходит маленькая дочь. Он говорит, что воду на стенах увидел еще в понедельник 25 января, когда забирал ребенка домой. Тогда он обнаружил, что вода попадает и на электропроводку. Во вторник обстановка ухудшилась. Сотрудники садика пытались спасти ситуацию подручными средствами, тряпками и тазами. Но вероятности короткого замыкания это не снизило. Денис признался, что за ребенка ему стало страшно, поэтому в садик свою дочь он решил пока что не отпускать. Сегодня среда, я ребенка в садик не повел. Дети, они же бегают везде, то есть там боятся страха, но вряд ли у них есть. То есть у них же это только веселье какое-то, а последствия это могут быть какие угодно. Не дай бог, конечно, или штукатурка с потолка упадет. Такие проблемы в садике были и раньше, но когда по стенам полилась вода, стало понятно, что он нуждается в срочном ремонте. Кроме того, что протекает крыша в детском саду, по словам родителей, неисправна вентиляция. Сотрудники говорят, что капитальный ремонт, в котором нуждается садик, сделать нельзя из-за недостаточного финансирования. Похоже, что сотрудники детсада пустили ситуацию на самотек. Группу не закрывают и не переводят детей хотя бы в соседнее помещение. Поэтому родители начали бить тревогу, ведь нахождение детей в таких условиях опасно для здоровья и даже жизни. Они направили жалобу в администрацию города. Участок кровли над протекающей группой расчищен от снега. В настоящее время влага в помещение не поступает. Специалистами инженерных технического отдела выполнен осмотр кровли. Выявлены дефекты примыканий кровельного покрытия к вентиляционным шахтам. Почему такая ситуация вообще была допущена, чиновники не ответили. Также они не сказали, сколько еще детям придется находиться почти что в аварийной обстановке. Департамент образования ищет подрядчика, который сможет отремонтировать крышу в ближайшее время. Но уже завтра ситуация может усугубиться. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный снегопад. Скорее всего, дети опять будут находиться в сырости, где шанс заболеть увеличивается, не говоря уже о возможном появлении плесени и коротком замыкании. Сделать капитальный ремонт в детском саду планируют только летом. Юлия Ситникова, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».